Добрый вечер. В предыдущем касте мы начали с вами, дорогие слушатели и читатели мои, ну, собственно, я начал отвечать на вопросы одного из молодых людей, который мне вопросы... Ну, написал список вопросов, которые возникли после своих книг, извините за тавтологию, со словом вопросы. Надеюсь, что хоть что-то интересное я вам сказал, сообщил. И, значит, еще раз повторюсь, да, что я предлагаю вот таким образом переделать наш канал, то есть задавайте вопросы вот в форме такого обмена информации редакции, да, и меня, и, соответственно, вас. Задавайте вопросы, соответственно, какие-то, которые вас интересуют. Я, возможно, буду сразу отвечать, может быть, кого-то приглашать в студию, если будет такая возможность. И сделаем канал вот в форме такого диалога. То есть мне приятно всегда, когда вопросы пишут и так далее. Значит, в предыдущем касте мы отвечали на вопрос про феи и, соответственно, мастурбацию. Человек вот прислал четыре вопроса. Переходим, собственно, ко второму вопросу, который написал этот замечательный молодой человек. Звучит он следующим образом. Что делать, если совсем не хочется общаться с девушками, а хочется наоборот, чтобы они сами проявляли инициативу в твой адрес и интересовались тобой. Хотели тебя, при этом ничего особо не меняя, вот это вот я не понял, при этом особо ничего, при этом ничего особо не меняя в своей жизни. В своей смысле вот в жизни вот этого молодого человека или в жизни самих девушек. Вот это я не очень понял, но общая суть вопроса понятна, да, и попробую на него сейчас ответить. На самом деле, ну, вопрос такой на миллион, что называется, риторический, и, ну, мне нравится, когда задают хорошие вопросы, вопросы интересные, но, к сожалению, этот вопрос, ну, определенным образом связан, ну, как бы, отвечая на него, я так или иначе все равно получу определенный ярлык сексиста. И в этом лежит такая определенная печалька, но, к сожалению, ну, по-другому ответить я не могу, поэтому, то есть, вот в этом как бы заключается такое мое мнение, поэтому придется вот отвечать так, как вижу, так, как знаю. Так вот, собственно, уважаемый, да, читатель, уважаемый этот молодой человек, я хочу сказать, что мне вот эта ситуация более чем близка и более чем понятна. И это крайне печально, и я видел, что такие вопросы задают, ну, скажем так, ну, огромная масса людей там у Дениса на стене задавали эти вопросы, пока она еще была открыта, и эта ситуация, ну, очень мне знакома, и это такая вот, ну, мозоль такая больная на теле, и я вас более чем понимаю, это, конечно, печально. Давайте, ну, я для начала просто опишу ситуацию, да, собственно говоря, как я ее вижу, и потом скажу просто пару слов вот о своем, скажем так, мнении по ситуации. Собственно говоря, здесь, здесь, собственно говоря, вопрос вот какой. То, что пишет молодой человек, это действительно так. Я вообще в целом, ну, вижу вот какую ситуацию. Значит, Амиран ее еще в книге хорошо написал, и я с ней, в принципе, более чем согласен. Несмотря на то, что его ругают за некую, ну, за чрезмерную такую сексистскость и женоненавистничество, вот я просто не вижу в этом такой большой негатив, да, негативом это является только до тех пор, пока ты не понимаешь ситуацию, с ней не смиряешься, не сталкиваешься. Вот, но, и, ну, естественно, когда разбиваются вот эти розовые очки. Но, я, может быть, опишу чуть, скажем так, более мягко, да, но это так. Ну, на самом деле ситуация очень в этом плане такая, скажем так, яркая, и вот такое зеркало, да, вот этой ситуации, оно очень хорошо видно, если вы зайдете вот, ну, в типичный профиль там сайта знакомств, и просто почитаете в большинстве своем вот женские профили. Реально вот, ну, в большинстве своем, к сожалению, вот, причем же это, ну, там же сидит, ну, я думаю, что имеет аккаунты в сайтах знакомств, ну, наверное, там 90% так или иначе там были, либо были, ушли, либо сейчас есть, либо неактивно есть современных вот, ну, и парней, и дам в том числе. И там это очень хорошо, как бы, видно, да, ну, вот, Денис тоже об этом говорил, ну, что я там все, Денис, Денис. Вот какой, ну, типичный такой вот портрет современной девушки, да, в большинстве своем, вот возьмите. То есть, это, значит, процентов, вот, ну, реально, я могу сказать по моей карте, процентов 80, кого мне встречался, встречается, то есть, это, значит, экономист, экономист, финансист, бухгалтер, то есть, ну, абсолютно такая вот, они, как бы, я, конечно, не хочу убежать от этих людей, но вот женский мозг, Савельев об этом писал, он очень хорошо заточен к выполнению не креативных, не интеллектуальных, таких тупых, повторяющихся, сложных, требующих внимания действий. То есть, поэтому вот женщины, там, идеально справляются с вязанием, например, там, с крестиком, там, или, там, просто с вязанием, да, вшиванием, с крестиком, ну, и так далее. Там, вот, очень много среди женщин, там, реставраторов, икон всяких картин, да, то есть, женщины в этом, и с экономической частью, да, они, конечно, тоже справляются, потому что специфика их у мозга, она это очень, скажем так, устраивает. Ну, и, в принципе, они, у них же мозг забит, так же, как и у большинства из нас, то есть, очень мало кто реально занимается тем, что его искренне прет. И, ну, в большинстве своем, вот, современные женщины, то есть, это экономист, который, там, ну, работает в овертаймах, соответственно, ну, по вечерам она, там, ходит в фитнес, причем, если на чем-то увлекается, это, как правило, такое, ну, то есть, ну, ты спрашиваешь, вот, там, я увлекаюсь, там, психологией, ты начинаешь копать глубину ее увлечения, понимаешь, что, ну, там, ну, максимум она читала, там, какого-нибудь Карнеги, да, в лучшем случае. Я, извините, буду иногда все-таки совершать, я очень не люблю, когда пьют чай, не уважаю за это Дениса, но реально горло просто на втором касте уже начинаешь так вот делать. Может быть, это вырежу, не знаю. Соответственно, ну, подавляющее большинство, то есть, вот, людей, о чем, вот, в большинстве своем, ну, молодому человеку, современному, да, можно поговорить с такой вот дамой. Причем, я не могу сказать, что парни лучше. А реально, вот, людей, парней, которые тоже интересные, их, соответственно, тоже единицы, ну, которые себя вот что-то представляют из... Я могу сказать, что я вот какое-то время назад понял, что даже в моем окружении, в большинстве своем, вот, те люди, да, я разделил тех людей, которые меня окружают, на две категории. То есть, это люди, которые из меня сосут энергию, да, то есть, я прихожу на встречу с ними, там, сажусь, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла... Они сидят, аааа, Антон! И я понимаю, что из меня как бы высосали до хрена, то есть болит уже все вот здесь вот просто, а люди сидят, ну максимум там, да, я согласен, да, я тоже так думаю. И я как бы в итоге просто начал вот этих всех людей убирать, потому что ну я ничего не получаю, ну зачем мне друзья такие, которые там звонят, пишут раз в неделю, когда им некуда пойти куда-то, да, и все вот общение вот так вот крутится вокруг этого. И таких людей вот реально тупых, ну не тупых, некрасивое слово, пустых, да, к сожалению, это так, то есть, ну посмотрите пирамиды Лебедева, да, то есть вы должны смириться вот с ощущением, что да, вы живете вот в таком мире, где действительно, ну и даже парней, подавляющее большинство таких, вот, и разумеется, нужно проводить гигиену общения и по крупицам собирать тех людей, которые представляют из себя какой-то интерес. Значит, но при этом вот так, да, я сказал, есть категория, да, еще, то есть вот 90% это те, которым я сливаю, 10% то еще маленькая категория людей, которые что-то сливают мне. Соответственно, ну, таких людей, знаете, таких движителей, которые идейные такие, там, да, вот им надо, там, да, но среди женщин я вообще не видел, реально не видел. Среди парней, как бы, да, причем есть, ну, вот, есть женщины, с которыми, в принципе, какой-то разговор получается. Я сначала называл таких женщин умными, на самом деле это иллюзия, и Амиран, еще раз говорю, почитайте его книгу, он очень хорошо про это написал, что женщины могут создать, они идеальные симулякры, они могут создавать иллюзию интеллекта, то есть вот они набрасываются какой-то инфы, там, сям, там, 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 вот вроде бы, да, вроде бы какая-то деятельность даже есть, но, соответственно, когда ты начинаешь копать, то есть ты садишься, начинаешь общаться, ты понимаешь, что именно, ну, залить в тебя какую-то инфу, обогатить тебя, они не могут, то есть они глохнут, то есть их там, ну, степень покрытия информации, даже если она чем-то занимается, ну, вот, я вижу, там, вокруг меня есть много девушек-фотографов, но реально там вот максимум, то есть то, из-за чего бы их можно было бы назвать интересной или умной, то есть, как, опять же, Амиран очень хорошо сказал, это опыт, поэтому вот эти все СР и НР-самки, вот они там, ну, мне часто говорят, вот тебе нужна умная женщина, ум, это что такое, вот, 40-летняя баба, да, и Альберт Эйнштейн, вот, кто из них умный, да, что такое вообще качество ума, то есть это креативность, это, там, в том числе, может быть, интуицию туда можно отнести, да, то есть это определенный, там, коэффициент умственного развития, это, в том числе, опыт, это знания, и это куча всяких качеств, у таких, как бы, баб, то есть все, что начинается НР-СР, там, грубо говоря, особенно ближе к СР, то есть НР, это в нашем обществе нормально, вот все, что ближе к СР, то там опыт, причем опыт полученный вот таким вот, как бы, да, нелегкая такая, и, ну, там, как правило, там, какой опыт, она может рассказать, как она, там, выбила из кого-то, там, по гарантии какую-нибудь херню, там, не знаю, там, как она в магазине отстоял свои права, там, как она куда-то съездила, там, как она, там, резину меняла на машине, там, еще, ну, то есть, ну, реально, каких-то интеллектуальных знаний, чего такого прям супер, там, что-то она сказать не может, и вы должны понять, что, ну, при этом, вот такая вот умная, как бы, баба, она, я сейчас проверю, секунду, вот такая, как бы, умная баба с новоселов, очень хорошо сказал про вот таких женщин, чем ближе, вот, дамок СР, и чем она умнее, тем более профессионально, более мастерски и более открыто она использует манипуляции, и она, по сути, в открытую торгуется, тем активнее она будет выступать, вот, на рынке сексуальных отношений, как торговец, как торгаш, и с такой бабой, ну, вот, иметь отношения, то есть, это будет еще более опасно, если вы в этом плане не подготовлены, то есть, да, она умная, но вы будете все время с ней, как бы, в жопе, поэтому, ну, говорить, что такая женщина, там, вас может обогатить чем-то, да, она может чем-то, там, ну, какими-то знаниями обогатить, но это не сравнится, грубо говоря, да, эти знания, то есть, выбирать женщину в качестве учителя, это полный нонсенс, то есть, это не сравнится с такими знаниями, например, если бы вы на тренинг какой-то прошли, пообщались с реальным наставника какого-то нашли, или еще, вот, и я, собственно, к чему клоню-то мысль свою, к тому, что, вот, вот эти умные женщины, так называемые, есть, разумеется, да, есть реально умные женщины, но, опять же, как говорит Савельев, по-моему, вот, я все время забываю эту фразу, по-моему, это называется половой биморфизм, то есть, это уже отклонение, это вот эти девочки-ботанки, ну, с нарушенной, там, вообще, ориентацией, по сути, да, и, ну, не все видят какую-то сексуальную составляющую в таких дамах, да и, как правило, очень многие женщины, обладающие интеллектом, понимаете, скажем так, отношения с ними, они не все могут, скажем так, отключить вот свой интеллект в семье, то есть, переключиться в режим патриархата могут не все, и, ну, для чего, то есть, это очень часто превращается в очередную такую пиздилку, опять же говорю, но при этом процент таких женщин, он очень маленький, поэтому, да, я абсолютно понимаю этого парня, потому что, получается, вот какая ситуация, что мы имеем, ну, по сути же, ну, кошмар, то есть, мало того, что стоит гигантских усилий для, опять же говорю, для среднего парня, вот, подавляющее большинство, вот, вот в России таких, средний, такой, среднестатистический СР, НР, самец, там, айтишник какой-то, да, то есть, для него, в принципе, стоит гигантских усилий найти какую-то там бабу, то есть, это не какой-то альфач, которому там они сыпятся, да, пачками, вот, соответственно, мало того, но находит он бабу, а инвестиции в то, чтобы ее найти, привлечь и оставить, и сохранить, но несравнимо тратится на то, что получаешь, на качество секса, на, грубо говоря, вообще, в принципе, отношения к себе, на то, что она, как правило, тупые, да, то есть, да, для чего, соответственно, на то, что, ну, в большинстве своем, на то, что в конечном итоге, да, если там дело касается каких-то брачных отношений, то, ну, я сейчас не хочу это как комментировать, но с этим господину Селезневу, который тоже много писал про то, что, ну, на брачном рынке, в государстве играть против вас, мужчины, и, ну, по крайней мере, задуматься об этом, да, то есть, я имею в виду, когда вопрос касается, там, детей, там, где лежа, имущество и так далее, вот, и в результате ты тратишь огромное количество усилий, ну, по сути-то, ну, что мужчине в большинстве своем, да, нужно от женщины, то есть, это секс, ну, кто-то надеется получить интеллектуальное какое-то общение, ну, а я сразу хочу сказать, это миф, я уже описал все это, да, и, ну, в перспективе это функция деторождения, вот, про функцию деторождения надо писать отдельный вообще каст, опять же, говорю, это к Селезневу, ну, и я, парни, абсолютно понимаю, мы сталкиваемся с ситуацией тотальной демотивации, но, обратите внимание, ну, вы же вопрос-то задаете, то есть, то есть, вам же интересно, да, то есть, если бы это вы поняли бы для себя, то есть, ну, вот, ну, ладно, бабы тупые, ну, типа, фиг ли делать, надо, как бы, забить, заняться лучше, там, какими-то вопросами своими, но вы же вопрос-то задаете, то есть, вам это интересно, и я могу сказать, что для многих ребят, пока вот этот вопрос, он вообще не снимется, вообще не закроется, им хоть вот по голове стучи, короче, битой, что, чувак, первое, чем должен заниматься мужчина, то есть, самку привлекают ресурсы, все, чем более ресурсный самец, тем больше он привлекает самок, соответственно, тем, чем больше вы повышаете количество своих ресурсов, я имею ввиду не только деньги, то есть, прокачиваться надо по всем областям, спорт, там, внешность, внутренние, там, да, пролечивать какие-то свои косяки, в том числе опыт женщинами набираться, бизнес, вообще, там, в каком-то эзотерическом смысле расти, во всех смыслах расти, просто опыта набираться, там, путешествовать, не знаю, снимать какие-то зажимы, и, соответственно, чем больше вы вот это все проходит, тем более вы интересны, потому что самец, он с возрастом, только вес, ну, свой интерес для женщин только, ну, набирает, то есть, если женщин там интересно, грубо говоря, 17, 25 уже под вопросом, 30, вообще 40, нахер, то мужик, наоборот, да, если он чего-то добился, потому что мужики в нашем стране, как правило, чего-то реально добиваются в 30, 40, там, 50 лет, то, соответственно, если он сохранил форму, то за ним и до 50 будут бегать, и, вот, объяснять это пацанам, Денис об этом говорит, все, я в книге об этом писал, что есть только один путь, то есть, вы набираете ресурсов, и, соответственно, чем больше вы их набираете, чем больше вы социализируетесь, тем больше самок привлекает вашу жизнь, само по себе течет просто, ну, потоком, да, дальше вы просто выбираете ту, которая вам там подходит, соответственно, ну, вот, если вы там такой, там, Денис, там, может быть, никакую не выбираете, да, как вот он решил, и все, и живете, да, но объяснять это просто, я сам это проходил, это абсолютно бесполезно, потому что, вот, пока человек этот гештальт не закроет, вот, он будет долбиться в уши, и я этот путь проходил каким образом, то есть, ну, во-первых, я ходил к психтору, я могу сказать, я ходил к гештальтеру, ну, не за такие деньги, как к Денису, у меня были определенные, ну, косяки на основании того, что нас, я делал тоже косты про это, нас очень неправильно воспитывают, то есть, воспитывают инвалидами родители, загружая вот эту вот, ну, скажем так, матрицу, что ты должен жениться, там, скажем так, бабу найти, там, в армии отслужить, в институте, и, соответственно, когда какой-то компоненты у тебя нет, но из них самые сильные получается женщина, потому что это такое, ну, во-первых, в нашем обществе все меряется через бабу, там, реклама вся идет на подкорку на сексуальном уровне, друзья на эту тему там давят, то есть, вот, есть там женщина, да, и это как раз вот на, в этом возрасте, в период полового такого пула, там до 35 лет, конечно, это является наиболее актуальной проблемой, и вот, вот ту часть, да, что это загрузили, и этот гешталь должен закрыть, он реализуется так, то есть, ну, решать его можно таким образом, то есть, это терапия, я решал, да, то есть, опять же говорю, не обязательно ходить к Денису, есть профессиональные, там, вот в Московском институте гештальтерапии, например, есть психологи, которые с этим работают за значительно меньше деньги, соответственно, дальше что, есть, ну, литература, да, вы все ее знаете, то есть, штудировать, читать там Новоселов, Бирюков, Амиран, чтобы, в принципе, понять, что из себя представляет женщина реально, плюс там вебинары Дениса, и вообще косты его все, мои косты тоже, да, вот, соответственно, плюс, что еще нужно, челленджи, я уже говорил, то есть, пентхаус, клаб, варра, куба, Таиланд, плюс, что еще, соответственно, ну, фейки, и нужно снимать вот эту вот и гормональную, гормональный вот этот пул, да, сексуальным образом, ну, мы уже про это говорили, да, то есть, каким образом делать, соответственно, и нужно снимать, ну, в предыдущем косте я объяснил, что делать, если не очень сильно прет, вот, и, соответственно, снимать его все равно каким-то образом придется, и по мере того, как, вот, то есть, вы каким-то косвенным методом снимаете вот эту потребность в дамах, и, соответственно, прямым методом вы увеличиваете свою ресурсность, и женщины плюс социализируетесь, да, то есть, вы где-то в каком-то, какой-то тусовке вертитесь, и таким образом, ну, тусовка может быть любая, там, в клуб каратэ, например, там ходите, и таким образом, как бы, женщины, они сами в вашу жизнь, они каким-то образом начинают течь, а вы уже просто выбираете, вот, то есть, конечно, при, ну, до конца, да, как бы отвечая на этот вопрос, активная позиция, она не должна быть, то есть, не надо постоянно сидеть, заморачиваться, кого-то искать, то есть, вы, опять же, говорю, занимаетесь увеличением ресурсов, ходите к фейкам, и, ну, скажем так, у нас просто, я говорю, я занимался танцами, поэтому, то есть, вы просто нехотя куда-то там, ну, уходите, как бы, фу-фан потанцевать, и уже по ходу там какие-то есть дамы, то есть, это очень просто, да, то есть, не нужно было заморачиваться, я иду сегодня пикапить, плюс нехотя где-то сидите на каком-то сайте, там, да, ну, вот, как, пока для меня это, не там, не было актуально, я там раз в неделю заходил, проверял просто какую-то почту, то есть, не надо там сидеть, по 50 анкет там, проверять и всем писать, и все, и, как бы, вот в таком режиме, и дальше все по методу описанному в моей книге, описанном в книге, соответственно, Амирана, то есть, подстройка должна быть снизу, со стороны женщины, то есть, вы делаете какой-то определенный набор транзакций, повелась, окей, опять же, цель какая, не надо рассчитывать, получить какое-то интеллектуальное общение, то есть, это закрытие гештальта, секс, соответственно, какое-то времяпровождение, отдых, какая-то муза, может быть, в будущем быт, рождение детей, все, соответственно, опять же говорю, потому что, если бы это бы не было бы актуально, то этот вопрос бы не был задан, собственно, все, спасибо. Спасибо.